Я всегда своим ученикам говорю, давайте сыграем, а это наши дети. Если это здорово, оно нравится всем. В день этой встречи Валерий Уткин, заслуженный артист России, художественный руководитель детско-юношеского симфонического оркестра, был под сильным впечатлением. Накануне в Челябинске выступал Денис Мацуев. Очень сильное впечатление на самом деле. После вчерашнего концерта я познакомился с парнем, с трубачом, который вчера играл, Семен Соломатников такой. А это вот чудо просто, что все-таки наша страна, наша земля рождает вот таких прекрасных, талантливых ребят. Девочка-скрипачка тоже вчера просто феноменально играла концерт Чайковского. Ну и, конечно, Денис. Денис Леонидович, с которым мы дружим вот уже несколько лет. В прошлом году мы играли на этой сцене вместе с ним. Играли Григо две части концерта. До сих пор дети вспоминают это. Для них событие такое вселенское. Сейчас мы решили первую часть все-таки осилить. И вот предложить опять Денису Леонидовичу, может быть, на следующий год, на его фестивале, может быть, мы все три части сыграем. Но это такая мечта, он еще об этом не знает. И как тут не спросить, в чем секрет захватывающего исполнения музыки? Дирижер, в оркестре которого около ста очень талантливых детей, наверняка должен это знать. Дед Гарпо вывел теорию такую вообще, которая касается любого искусства, что эффект и впечатление, вот два вот этих момента необходимы для того, чтобы состоялось произведение искусства. Если, допустим, эффект больше, чем впечатление, то есть техника, как мы говорим, очень техничная, а за душой ничего нет, плохо. Или наоборот, вот это впечатление он создает, а не хватает мастерства. И вот это должно вместе расти. То есть это вот такая вот очень важная теория, которую великий, так сказать, писатель придумал, и она годится для любого вида искусства. Вообще в любом деле, в любом деле и в искусстве в том числе, очень важна конкуренция. Вот понимаете, вот один ребенок занимается в классе, все вроде бы появляется, когда второй, третий, пятый, у них тогда уже какая-то появляется конкуренция, ну, в лучшем смысле этого слова. Потом некоторые считают, что нельзя никому подражать. А вот я сторонник того, что наоборот, надо самое лучшее брать у многих артистов. Вот, допустим, если ты музыкант, ты слушай всех, и у всех бери то, что тебе нравится. Потом выкристаллизуется твое. Я всегда своим ученикам говорю, ты вот когда выходишь на сцену, ты должен что-то людям рассказать, ты должен в чем-то их убедить, на что-то им открыть глаза. Вот, а для этого что нужно? Для этого, чтобы ты сам что-то вообще в этой жизни знал. Поэтому вот когда мы говорим, что, вот, отвечая на ваш вопрос, что вот такое вот нужно для того, чтобы очень многое нужно. Некоторые вот говорят, вот мы вот не понимаем ничего, мы что пойдем туда, мы же вот не знаем классическую музыку. Я им всегда говорю, вы понимаете, если это здорово, оно нравится всем. Вот придите на Мацуева, и сто процентов вам понравится. Придите на Гергиева, и сто процентов вам понравится. Потому что это великолепно. Другое дело, как говорят, чтобы знать, какой театр хороший, надо в плохой сходить. То есть надо посещать все концерты, тогда еще больше будет, как говорится, контраст. Мы недооцениваем детей, особенно наших вот сейчас современных детей. Понимаете, они такие взрослые, они такие серьезные. Вот кто приходит на наш концерт, их больше всего удивляет то, что дети, они погружены. Они не просто, как вы знаете, вот исполняют обязанность какую-то, они погружены в музыку. У нас там сейчас уже около ста человек, вот, и они растут, как на дрожжах. Понимаете? Вот, и это, кстати, всех удивляет, как это так? Там два года вы уже это играете, это там, с Мацуем играли там. Не то, что мы со всей страны собираем детей, а это наши дети. Самые наши, самые обыкновенные. Понимаете? Из которых мы вот делаем вот такой прекрасный коллектив. Вот сейчас у нас гастроли предстоят. Мы 29 числа выезжаем в Волгоград. И у нас там совместно с Волгоградом, Волгоградским детским оркестром, значит, будет такое масштабное мероприятие, посвященное Пахмутовой. И для детей это очередное событие. Они понимают, что они едут, и они уже привыкли, что везде все здорово. И мы строим грандиозные планы, и с китайцами сейчас задружились. Может быть, они к нам приедут, может быть, мы в Казань собираемся, поехать. Вот в Магнитогорске будет замечательный наш тур целый. Мы на неделю туда едем. Нам очень завидуют другие регионы, потому что, ну, такая материальная база. Сейчас строится дополнительный корпус, когда у нас будет много классов для занятий. Понимаете? То есть такое внимание здесь. Мы, как говорится, не просто гордимся этим, а мы на 100% этим сейчас пользуемся. Знаете что? Я вот всем своим ученикам, в том числе и в оркестре, я всегда им говорю, ребята, если вы не полюбите процесс, то вы никогда не получите полное удовлетворение. Нужно любить процесс. Понимаете? То есть репетиция должна быть в радости. Понимаете? Конечно, кульминационная точка это концерт. Вот нужно, чтобы самому так нравилось. Тогда и в зале публика начинает реагировать. С ярких впечатлений мы начали нашу встречу и, пожалуй, делаю имиджи за финалем. Уже знаменитый был концерт на фестивале Башмета в Москве, когда ливень ударил, когда просто заливает нас водой. Я останавливаю оркестр, говорю, ребята, нельзя играть. Они говорят, нет, мы будем играть. Ну, это, вы понимаете, это вот слезы наворачиваются. Правда, мы все равно. Ну, просто уже не... Я просто их вот взял, убрал с этого. Публика не разошлась. Они поднялись туда под этот. И вот мы стоим и ну, минут 15 шквал просто. Шквал, гром, молния просто. И потом я говорю, ребят, слушайте, и раз, и заканчивается все. Я говорю, ребят, как-то, вот знаете, ну, вот так взять и уйти как-то. Ну, давайте сыграем. И мы Хачатуряна вальс сыграли. Просто вот это был ну, такой апофеоз. Вот такие моменты, они... Я весь мокрый, у меня ноты все мокрые, все, детям тут сесть невозможно на стулья. Мы как-то, эти третьи скрипки, мы стоим сыграем, пусть виолончелисты сядут на наши стулья. Понимаете, вот это вот, как вам сказать, экстремальные ситуации, они очень сплачивают коллектив, это раз, а во-вторых, они еще раз, как бы, им же доказывают, что они заняты хорошим очень делом. Очень хорошим делом.